Давайте сегодня сделаем расклад на тему, что завистники говорят о вас, что ваши недоброжелатели говорят о вас за вашей спиной, за глаза, если, конечно, они у вас есть. Ну и сейчас посмотрим, что ваши завистники и недоброжелатели говорят о вас. Смотрите, что говорят. Вообще, как будто вы знаете, вы сейчас больше находитесь в мужских энергиях. Ну что это значит? Что действуете сейчас в своей жизни целенаправленно, уверенно. То есть вы какую-то цель себе поставите и идёте к ней. Возможно, бизнес у вас какой-то, личное, своё собственное дело. Вообще, вы человек авторитетный. Женщина вы авторитетная, сильная, властная. Что должно быть так, как вы сказали, да, последнее слово за вами. Вы знаете, чего вы хотите в этой жизни и вы идёте к этому. Уравновешенная вместе с этим. Дальше, если у вас накануне был какой-то тяжёлый период, период застоя, здесь вот застойная карта, так, возможно, по здоровью, что-то были какие-то проблемы, то вы выходите, вот, встаёте на путь выздоровления, исцеления. Вы сами исцелились, жизнь ваша исцелилась. И что говорят, что сейчас вы как будто бы работаете над тем, чтобы заработать на жильё, на квартиру, да, вот, обеспечить себя в материальном плане, копите, возможно. Либо даже если у вас сейчас этого достатка нету, да, но вы идёте к этому, но всё равно вам сейчас приходится как-то вот подэкономить, что ли. Да, был у вас долгий период, когда вы не могли как-то действовать. Всё шло против вас, все обстоятельства, да, люди как-то вам вредили. Как будто бы и обстоятельства были против вас, и люди против вас. Вы абсолютно вот куда ни ткнись, да, какие-то преграды, какие-то препятствия подвешенные. Очень долгий период вы находились в подвешенном состоянии. Здесь могу ещё сказать, что действительно вы себя чувствовали, как будто бы вы жертва, да, почему на меня все шишки валятся, что я такого сделала, да, почему со мной это. У кого-то были мысли, что, возможно, не знаю, порчу навели, прокляли, да, магию навели, но у кого-то действительно это могло быть. Это долгий период связан действительно, то ли вам крадники какие-то подкидывали на деньги, на ваше счастье, на здоровье, на удачу, всевозможное. Но здесь по дьяволу, знаете, действительно у вас какой-то был такой период, то ли проработки, проработать в себе этого дьявола, что такое, что это значит? Это всевозможные зависимости, зависимости от отношений, от мужчины. Да, ещё что могу сказать вот по этим трём картам, что из-за какого-то мужчины у вас эти события. Вот смотрите, это либо о вас говорят, что вы сейчас исцелились, и вы сейчас уже взяли, как говорится, эти образы правления в свои руки и управляете своей жизнью, да, как-то перестали на кого-то надеяться, перестали надеяться на мужчин, ждать помощи, а вы стали сама для себя этим мужчиной, этим защитником. Но это либо говорят о том, что этот период тяжёлый был спятан с мужчиной, который был по отношению к вам как самодур, как диктатор, жадный был по отношению к вам на чувства, на эмоции, холодный к вам был, какое-то равнодушие к вам показывал. То есть тут может быть и так, и так. Но в любом случае, смотрите, этот долгий период застоя был спятан с тем, даже если здесь действительно речь идёт о мужчине, чтобы это было спрятано с тем, для того, вернее, чтобы вы проработали этого дьявола, эти зависимости. Да, вот, и, видимо, часто забудем отношения, чтобы что? Чтобы не быть одинокой, да? Страх одиночества, потому что нас одолевает. Как это? То есть у нас в голове не укладывается, как это я буду одна, да? Вон и Наташка с кем-то живёт, да? И Ленка вон замуж вышла. А я что? А я что не такая? Я что хуже всех? Ну и всё в этом роде, да? Вот с такими соображениями часто женщины вступают в отношения. Не потому, что действительно она счастлива в этих отношениях, а потому что вот на других мы смотрим, да? А я не хочу чем-то отличаться. А я тоже хочу, чтобы рядом со мной мужчина был. А я что хуже? Я же не хуже. Я, может быть, даже лучше, да? Вот я тоже хочу любви какой-то, заботы, ласки, внимания. И часто вот из этих соображений женщины, мы все, да, плюс-минус женщины одинаковые, похожи друг на друга. Женщины в основном же, да, такие вот сентиментальные, мнительные. Вот из этих соображений мы уже вступаем в какие-то отношения, держимся за какого-то мужчину, чтобы не дай же Бог, чтобы я не осталась одна. Да, либо вот даже если это был ваш муж законный, всё равно вы долгое время продолжали жить с ним из тех же соображений, что «а если я разведусь, что родители скажут, а что знакомые скажут, соседи?» Да, ведь большинство женщин ещё, вот старые школы, старые закалки, старого воспитания, да, как раньше было, какие понятия, что один раз вышла замуж, всё, неси свой крест, и они эту свою лямку, стерпится, слюбится, да, что это грех, нельзя разводиться. Нельзя разводиться, даже если мужчина бьёт, изменяет, это грех. Да, вот что-то такие, такие вот были какие-то установки, понятия. Вышла замуж, всё, терпись, терпится, слюбится, неси свой крест, тяни свою эту лямку. Все мы так жили, да, но мы не разводились, мы терпели. Поняли, да, вот что-то такое было, то есть вот эта вот зависимость от мнения чужого, от этих установок, зависимость от этих своих страхов, что я не хочу быть одна и не хочу остаться одной. То есть, понимаете, да, тут можно фантазировать сколько угодно, но это у вас был период отработки этого своего дьявола, эти свои зависимости, что перестань бояться, да, перестань оглядываться на других, на чужое мнение. А вы туда находились как на цепи, и всё, вот как собачка, да, привязаны, и хотите на волю, а не можете. Тяжёлые вообще отношения были по дьяволу. Тут также могу сказать, и тот мужчина был от чего-то зависимым. Алкоголь, курил много, зависим от измен. Вот слабый человек, слабый мужчина, вот слабый напередок. И это тоже ведь зависимость, когда дьявол вот им играет, в том плане, что не может он с этой страстью совладать, вот даже если он женат, да, вроде бы и дом полная чаша, жена прекрасная, хорошая хозяйка, мать прекрасная. Но вот человек зависим вот по этой, зависим от этой страсти, и, к примеру, вот складываются какие-то обстоятельства, благоприятные для измены, он всегда воспользуется этим. Слабый, не может совладать с собой, со своей страстью, не может совладать с этими своими хотелками. То есть и мужчина тут был тоже зависим от каких-то своих, какие-то у него свои заморочки были, и у вас тоже. И вот вы долгое время были привязаны друг к другу, и он вас не пускал, и вы не могли тоже уйти. Как-то так вот было, да? Долгий период это всё продолжалось. Так что же о вас говорят ваши завистники, недоброжелатели? Сейчас, возможно, кто-то из вас всё ещё не забыл. Возможно, это недавно произошло. Даже если какое-то время и прошло, то всё равно вы не можете, окончательно не отошли от этого. Всё ещё погружаетесь в эти переживания мысленно. Почему со мной это было? Столько времени упущено. Я столько потратила на него зря время. Ну, элементарно, да? Молодость на него потратила, красоту, своё здоровье. Как-то вы мысленно вот это прокручиваете у себя в голове, эти сожаления. Почему со мной? Да? Потому что потеря действительно для вас была. Тут и здоровье вы действительно потеряли, время потеряли, молодость, красоту, да? Допустим, вышли за него замуж ещё в молодости, и, так скажем, лучшие годы с этим мужчиной прожили, да? Сейчас всё равно, даже если вы от него свободны, если вы расстались, всё равно вы об этом думаете, переживаете, какую-то потерю вы несёте сейчас. У кого-то, возможно, страхи есть, что, ну, типа, ну, всё, я обречена. Я обречена, что думаете, что, возможно, на вас крест какой-то, и счастье уже это не придёт в вашу жизнь, не будет, да? И не в личной жизни счастья. Плачете прям даже, возможно, из-за этого. Думаете, да, что как бы пороблено на вас, что почему у вас ничего не складывается, ничего не получается. Боитесь, что уже ничего хорошего не будет. Так, ну вот здесь вышли двое мужчин. Что это за мужчины? Либо это говорят об одном и том же, что мужчина постоянно маски меняет. то так себя ведёт, то так. Никогда не знаешь, как он себя поведёт, ну, в следующий раз. Смотрите, если это об одном и том же мужчине, то говорят, что мужчина вообще настроен, настроен с какими-то расчётами. Он женщину выбирает, исходя из какой-то выгоды. Он женщину выбирает по каким-то своим, только ему известным критериям, чтобы эта женщина была выгодна. Ну, а хотя на словах, не по действию, то даже на словах он может говорить, что я тебя люблю, я хочу быть с тобой, и всё в этом роде. Но истинные его намерения он ищет от женщины выгоду какую-то. Так, вот что сейчас говорят? Этот мужчина защищается, в защиту стал. Что это за мужчина? Может быть, этот мужчина и есть на данный момент ваш завистник и недоброжелатель. Он сейчас как-то защищается, пытается удержаться на плаву, пытается вот что-то отстоять своё, отстоять своё место под солнцем. Так, что недоброжелатели, ваши завистники говорят о вас? Так, говорят, что вы сильная, сильная духом. Вы сейчас, конечно, такая, что вам, как говорится, палец в рот не клади, потому что откусите по локоть. Да, вообще как-то жизнь у вас наладилась, вы выздоровели, здесь у вас и энергия изменилась, энергетика поменялась. Смотрите, ну прекрасная вообще трансформация. Люди, вот на вас завистники эти смотрят ваши, они просто, конечно, офигевают. Им просто вот не верится, как это возможно, потому что здесь вы были вот абсолютная жертва, действительно такая жертва, что у вас тут такое происходило страшное. Тут, возможно, и в больницах вы лежали, кочевали, вот дом, больница, больница, дом. И из-за этого вы не могли не работать, ничего вы не могли делать. Вот действительно там, к примеру, прошли курс лечения домой, поехали дома, побыли недельку и опять. И вот так вот, да, то есть зависимы были. Либо как-то так складывались обстоятельства другие какие-то, да, что вы не могли ничего изменить. Но ничего не получалось. Так вот, и что говорят люди, что вот удивляются эти завистники, что как у вас так получилось выйти из этих своих обстоятельств, выйти из этого лабиринта? А вы тут долго не могли, вот как это, в мышеловку попали, не могли выйти, да, из этой ловушки, из этого лабиринта вообще, да, не понимали, что происходит, что такое. Да, но вы вышли из этого. И сильная вы сейчас прям стали, что на вас посмотришь и не скажешь, что вы прям жертва такая. Вы очень сильная. Вас тут даже могут, ваши завистники, недоброжелатели и боятся. Боятся к вам то ли подходить, знаете, вот как-то так. Что вы тут сейчас прям мощная стали. Вообще в жизни у вас как-то все наладилось. И в доме поправилось там, я не знаю, ремонт сделали, жилье купили, переехали куда-то. И здоровье поправилось, да. И в общем как-то вы изменились, энергетика изменилась. И как-то физическое, физическое ваше тело изменилось. То есть вы здоровили как-то, я не знаю, похорошели, помолодели. Вот. Вот активные очень сильно. Но у вас что-то могут у кого-то на фоне всего этого проснуться какие-то магические знания, магические способности. Но обычно оно так и получается. Потому что в магию и эзотерику, я хочу вам сказать, от хорошей жизни не идут. Обычно идут в магию и эзотерику, открываются какие-то способности обязательно через какие-то трудности. То есть таким образом открываются у человека какие-то вот эти знания тайные. Но это мы не считаем те, те случаи, когда передаются эти знания по роду, по наследству. Да. А если, к примеру, в роду у вас никого, не было таких людей, ну даже если и были, но целенаправленно вам эти знания не передавали, то тогда вы эти знания получаете, вот вам это всё открывается через трудности. Просто так это не даётся. Только через какие-то трудности. Да. Вот и говорят, что вы прямо сейчас ведьма стали. Хитрая. Хитрая действует для себя, в своих интересах. Возможно, живёте в частном доме, частном секторе. Любите на огороде быть, копошиться, в земле, на природе, с растениями возиться, животные дома, коты. Что ещё о вас говорят, завистники ваши? Да, ну прям, да, конечно, тут просто обзавидовались, понимаете, вообще говорят, что, слушай, это, эгоистка самовлюблённая, просто вот, высокомерная тварь, вот так вот они говорят, высокомерная тварь, вообще, самовлюблённая эгоистка, ты смотри, как она себя несёт, вот как она себя преподносит, ну прямо вообще, земли под ногами не чувствует, ты смотри, как она поднялась. Да, тут, возможно, даже если кто-то из вас не работает, но вы достаточно обеспечены, говорят, что, возможно, вам родители помогают, но даже если это и не так, то они всё списывают на то, что, ну да, ну вам же родители помогают, или ещё, или мужчина помогает, то есть, в любом случае, неважно, работаете вы, не работаете, но завистники ваши говорят о том, что все ваши эти блага, благодаря кому-то, то есть, что вам кто-то помогает, да, прямо, ты смотри, какая, ну и вы как-то вот и держитесь от них на расстоянии, да, вы сейчас близко к себе не подпускаете этих своих, так называемых друзей, знакомых, родственников, вот, и они из-за этого злятся, что вы отстранились, такая вот сама себе на уме, ты смотри, да, не подойти к ним, не спроси ничего, как-то вы отстраняетесь, даже если вы и вот это вот дружелюбие сохраняете, но всё равно вы сухо отвечаете, к примеру, если у вас что-то спросили, вы сухо ответили, да, и пошли дальше своей дорогой, особо о себе не распространяетесь, ну я же говорю, держите, вот сохраняете расстояние, эту субординацию, дистанцию, как-то вот сама по себе вы сейчас больше, что вы думаете, что знаете, что я всё это прошла сама, я все трудности сама прошла, где вы были, когда мне было плохо, да, когда мне было тяжело, когда я умирала, где вы все были, а сейчас вот когда у меня наладилось, все вылазили, да, у всех прям появился интерес к моей персоне, к моей жизни, а потому что людям завидно, а как это у вас так произошло, а что это, то вы такая, то вы такая здесь были вот жертва, действительно люди вас шарахались, не хотели с вами не общаться, ничего, как от прокажённой, а сейчас естественно вот, помолодели, похорошели, выздоровели, вычухались, выгавкались, на ноги стали, сильная такая вот, видят, что вы уверенная в себе, естественно у них проявился интерес, уже как-то хочется к вам приблизиться, а тут у вас и деньги есть, естественно вы уже такой вот выгодный человек, да, почему бы с вами и не общаться, вот так вот, и говорят, что ты смотри, какая высокомерная тварь, прям корону себе эту надела, да, говорят, тебе твою эту корону нужно лопатой поправить, что ещё завистники ваши говорят о вас, да, вот с короной сидите тут, но вы конечно сейчас действуете по справедливости, ну вот как я сказала, что вы сейчас так рассуждаете, что дорогие, знаете, что все вот эти вот друзья, подруги, знакомые, родственники, пошлите вы, идите вы все в сад гулять, да, когда мне было плохо, никого не было, а я сама с этим справлялась, я сама из этого вылазила, да, я сама из этого дна, из этих колен поднималась, вот опять же, вот действительно вы возможно болели, в больнице лежали, либо находились в такой депрессии, когда вот лежали, только плакали, не могли ни есть, ни встать, что-то по дому сделать, плакали, вот как-то молились, взывали, а сейчас вы все, пошли все в жопу, да, все вот эти друзья, знакомые, подруги, все эти, все эти такие прям, посмотришь на вас, все вы такие хорошие, без мыла в жопу лезете, а пошли вы все в жопу, и вы сейчас очень строго отсекаете, действительно не подпускаете к себе, тут вот мужчина опять вышел, да, вот возможно кто-то, бывший тоже, злится на вас, что вы, его к себе тоже не подпускаете, а это еще знаете что, а это еще ваш рот защищает вас, от этих всех проходимцев, ключ вы нашли, да, сейчас нашли ключ, открыли эту дверь свою, как-то сейчас у вас пошло, вот разрешение этих ваших проблем, вот смотрите, у кого-то будет известие, возможно даже от этого мужчины будет известие, вот который говорит, что она меня к себе не подпускает, кто-то стоит сейчас на распуть, и не знает, что выбрать, куда пойти, какой выбрать путь лучше, да, смотрите, если этот мужчина, он проявится, но с какими-то своими хитростями, возможно будет говорить, что я хочу быть с тобой, будет пытаться вас вернуть, чтобы опять вот это вот колесо вернуть, чтобы опять ходить по кругу, смотрите, здесь нужно быть осторожным, для вас совет, да, очень тяжелый, страшный суд, кресты несли на себе, но это уже в прошлом, да, тучи уже рассеиваются, опять вот дорога, дорога, знания вы какие-то получаете, да, что-то вам открывается, то, что вы долго не могли для себя понять, сейчас вам какая-то приходит, вот понимание чего-то, информация какая-то, приходит, они знают, может быть вы учитесь, обучаетесь, проходите какую-то переквалификацию, ну или вот, когда у вас эти трудности были, да, мы не могли найти ответ, читали возможно, но сейчас вы уже как бы понимаете, почему со мной все это произошло, вы уже знаете, да, почему, что и как, уже людей понимаете, их скрытые смыслы, то есть тут вам какая-то информация, какие-то знания открылись, благодаря этому своему опыту, очистились вы сейчас и от знакомых, от ненужных людей, да, очистились, ну и как совет вам говорят, что почисти свою жизнь, лишнее все убери, ну супер, смотрите, у кого-то проиграется, что знакомство будет, и даже тут будет и влюбленность, новая любовь, и возможно у кого-то даже бракосочетание, свадьба, но вообще-вообще, даже если и не будет, то даже если вы и одна останетесь, но все равно в общем и целом, вот вы сейчас освобождаетесь, здесь карта романтическая вышла, любовь, не, ну я, конечно, одно из значений можно сказать, да, что и по финансам придет какое-то улучшение, в жизни улучшение, но вообще эта карта говорит именно о любви, о чувствах, большая любовь, искренние чувства, книга опять, да, какие-то долгое время они могли знания найти, так, я поняла, смотрите, у кого-то этот мужчина, вот который говорит, что, который злится на вас, что вы сейчас его к себе не подпускаете, он возможно еще нарисуется, но вам говорят здесь вот, отсечь его, очиститься, очистить свою жизнь, от таких людей, он тут вам, возможно, будет опять петь, что я тебя люблю, все в этом роде, возможно, пообещать, что и мы с тобой женимся, вот и поездка какая-то, переезд, возможно, пообещать, что мы с тобой поедем куда-то, переедем, ну смотрите, это все вранье, это человек для вас враг, я думала, что будет новое знакомство, а нет, это бывший здесь нарисуется, и будет петь, что я тебя люблю, да, я хочу быть с тобой, мы с тобой поженимся, будет вам обещать, мы поженимся, переедем, что-то будет такое говорить, но это ваш враг, вот такой был сегодня расклад.